Стримлю вроде бы здесь, если пропаду ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. Давно у Мерсера есть скин на Dead Cells, сможешь ролик посмотреть на моем канале? Подожди, мне дали зуб. Чё с игрой, она... Подожди, настройки слетают каждый раз? Себать, гирбоксы! Ну гирбоксы, ну молодцы, реально! Охуеть! Рандомный айтем дают, если нет сохраненного, походу. Звуки забагались. Звуки монстров забагались. А не какие-то бас-бусты шакальные. Заплатил 2к за DLC, ну ничего, посидишь на строке по настраиванию, как же раз. Я правда не могу понять, а... Смотрите, насколько яркие партиклы теперь можно сделать в игре. Охуеть, да? Я правда не понимаю просто, как такие вещи до релиза доживают. Неужели это не фиксится вот, ну, буквально просто с запуском игры перед релизом? Блин, они просто хуй положили такие. Все равно придется что-то еще фиксить, поэтому потом хотфиксы сделаем, я не знаю. Короче, что мы поняли? Есть какой-то алтарь золотой, который ты заряжаешь, и можно идти по альтернативным уровням. С него можно свернуть, если не попасть на последнюю локацию. Прикольно, сейчас цифры появились. На 360 оборот сделали. Я думаю, нам надо в этом забеге открыть какого-нибудь нового героя. Что там за алтарь для повара, пока непонятно. Отходил тут на час, что уже теперь посмотреть, что новый перс делает. Тебе придется это потом пересмотреть, дружище. Там... Там люто было. Локаем, кстати, насквозь пробивает. Ну такой герой, я не знаю, он унылый им на геймплей, на пиздец. А может быть, короче, если ты фулл хп, то он просто дает тебе барьер вместо хила? Может в этом дело? Я нашел как повара открыть походу. Ну-ка давай. Ебать, две горы. Босса очистить, видимо, надо прийти к нему с каким-то предметом новым. Я думаю. Либо на алтарь что-то возложить новое. Соответственно, информация, чтобы открыть повара, нужно найти его алтарь и спросить, какая у него, понятно. Опять эта штука, да? Оно, наверное, всегда на первом левеле спавнится. ЛС можно купить только через посредников на каких-нибудь маркетах, типа плати.ру, типа фанпеев и прочих других сервисов, которые мне не заплатили денег, поэтому подробности давать не буду. Возможно, новый лунарный предмет это есть семечка, которым нужно очистить ложного сына. Ну, я так и подумал, по аналогии как с бусой, который и тачишь, и появляется босс. Мусорщик. Можно взять. Здорово, Крилл. Балдеем, балдеем потихонечку. И баги лутаем. Я так полагаю, эрку надо вообще по кулдауну сжать. Чтобы вот эти стаки характеристик себе прибавлять. У меня чего-то предметов вообще нету для того, чтобы с боссами хорошо сражаться, тем более под двумя горами. Семя безмятежности это семя Аур-Леонита из золотого портала. Его нужно принести в алтарь после ложного сына. Прикол, прикол. Может с алтаря золотатит и мы вдруг красные выпадут? Слушайте, вообще как будто это хорошая идея. Окей, умереть с этой штукой нельзя. Она тебя просто выплевывает рано или поздно. А барьер походу просто дается, когда ты кастовая начинаешь эту штуку. Золотой берег теперь не опциональная лока. Нет, почему? Все еще опциональная. Этот босс в принципе опциональный. Он альтернативный. Интересно, как циклы будут считаться? Может теперь кого вообще угодно убивать? Там был, кстати, этот ран регнуть, наверное, на Эклипсе. Что-то я затупил. Ну ладно, ничего страшного. Так, пули это уже гуд. Пойдем, подзаряжаем. Я нашел алтарь на повара. Забавно. А что это за локация еще? Это вторая или третья какая-то, да? Он получается там всегда находится? Тогда нам надо заюзать лунарный магазин, наверное. А в идеале это вообще с командом делать. Не пойму, а боб спавнится, конечно, в этом алтаре. Мм... Ну, по сути, этот алтарь, он не только позволяет тебе переходит. там альтернативные локации но и просто зафармить сильные предметы продай литка жирная очень а Когда дырку нажимаешь на стрелочки, используешь ли ВАСТ? ВАСТ Ну, чё-то как-то так себе Давайте посмотрим, справимся ли мы с порталом на 10 минуте под двумя алтарями Здорово, Никитос Так, по-моему, больше я стаки не получаю, кстати Вот эти белые, которые увеличат все параметры Не пари жуков А, мы же сейчас себе стакаем просто пиздец как много урона из убийства противника Посмотрите, уже 7 стаков Ахуй Да, это предмет хайповый Вообще без проблем портал прошли Рог Ну, кстати, если найти какую-то активку, которая быстро откатывается, то почему бы и нет По-моему, это самый долгий мой первый этаж в жизни, нахрен Еще учитывая то, что Титаник Плейн спрокнули Желтый бафчик, это по идее как раз-таки воскрешение союзника Когда ты медитацию настакал Ой, это мой, мой, мой кент Чё-то шейдерами в игре точно случилось, но ничего не понятно Палилюхи Ваза будем толкать Часики Ну что, я просто благодаря этим двум предметам фулл комбэкнул то время, которое я потратил Палилюхи, часики, мне больше ничего не надо Покупить из России Только через сторонние сервисы А, по-моему, личинку пустотную реворкнули Что такое личинка пустотная Ну, летающих, конечно, убивать неприятно В этом герое ЛС брал за сколько? Брал на плате Вот этот предмет пока не хочу, блять На плате маркете брал За 2000 Пули уже есть, возьму блит Да, видите, вот они Все предметы выглядят Ужасно Говорят, что Из фундука спали А, жук войдовый А чё мы попеределали? Нам активка нужна любая Чтоб рок-э-трок Все дизы поставили в стиме Вдруг это не поможет У стима новая политика Накрученные отзывы Ревью бомбинг Больше не отображается на страничке Не, вы, конечно, можете В принципе, я Думаю, что это всё ещё, наверное, хоть что-то Но это ничего не сделает Раньше хотя бы можно было Занизить рейтинг игре Сейчас это даже не работает Пока, чел При низком запасе здоровья Взрывается и телепортирует На небольшое расстояние Фига Ещё одна какая-то Сейф-обилка Стало ли при этом Игра где-то сложнее Потому что О, можно прям в табе нажимать 25% Он взрывается на Саурон Перезаряжается 2 минуты Нифига, долгий кидэ Сейф-обилка Телепортирует в гапа Я надеюсь, они хоть что-то просчитали Чтоб тебя не телепортировало Прям в моба Прикольную вещь добавили с описаниями Да, это супер МБ Тун-тун-тун-тун-тун О, как Окей, очень тёмно будущее Жаль, жаль этих добрячков Бля, то что shift на самом деле не заканчивается раньше, чем прокать фласка, либо часы, вот это кринж Это прям Это прям лютый кринж Кстати, вообще не понял, куда меня телепортировало, если честно А у него shift вроде альтернативный как раз открывается, да? Было бы интересно посмотреть, чё там Почему я вообще не посмотрю? А что за квест на Unlock альтернативной обилки чат, кто-то помнит? Так, я только одну плиту видел Вот, где вторая хз Чё-то жуки просто изничтожаются ещё на полилюте Три килла ЛКМом в воздухе Убить трёх врагов в воздухе? Типа мне нужно находиться в воздухе Ты даже открытая альтульта изобретательницы Ну да Убить трёх врагов в воздухе Оп, новая элитка Да, это ещё плевун ебучий Ну, конечно, с него нормально выпадает Как будто такая Ачивка делается сама по себе просто, если играть Фига, текст сбоку Жмыхнулся Ну, мы, как обычно, стартанём на русском языке Потом просто поменяем язык на английский Это твой кэш, который он тебя насосал У меня не могло быть кэша Я же только на локацию зашёл Даже если он ворует, то у меня просто воровать-то нечего было Сейчас фул чистая игра без модов Мужиков как будто реально как-то ослабили Есть смена дня и ночи в циклах Я думаю, в этом забеге можем в цикл как раз и пойти, чтобы повара анлокнуть Мнение? Заодно посмотрим, чё там в циклах поменяли Блин, перепелка — это кайф Почему у меня два рога, разве у меня не три рога было? Вообще он выглядит так, как будто он деактивирован Что тут по предметам? Дворога и жёлтый айтем? Ммм, понял Портал, кстати, с арбой заряженный Заблокирована опция настройка Как-то переключение и удержание пробела при полёте изобретательницы Понятно О, новый моб Червячок Червячок-чебрячок Он телепортироваться умеет? ВДФ Это выглядело странно Жук прям в экран кого-то прыгнул Так, ну банд войдовый я не хочу Чё-то нифига пока не делается ащипка на три килла Но я, наверное, три килла и не сделал в воздухе Хороший предмет Бля, ты чё, моего жука превратил? Ты просто прыгаешь так или тебя кулак подкидывает под себя? А я хз, кстати Не, кулак не подбрасывает Ребаланс какой-нибудь был? Чё-то там не особо пахло каким-то ребалансом Глиняный 21 влит Да хватит моего жука карабкать Ёбаный жук Маленький, войдовый Остановись, сука Он карабкит его Я его убиваю Тут же появляется новый жук Он в него запрыгивает Ребята, мы поехали на тетрадь Субтитры создавал DimaTorzok Маленький, вшук Субтитры создавал DimaTorzok походу короче если ты в прыжке находишься и юзаешь кулак тогда ты подпрыгиваешь да да можно когда был жамп юзать у имба спитка на глси будет я обязательно после этого стрима напишу гирбоксом чтобы включили скидку и портал какой-то супер засвеченный ай чё погнали туда нельзя друзья типа как тут можешь вообще какая-то речь идти о том типа надо покупать длси не надо покупать длси если тебе нравится риску фрейн ты по-любому покупаешь это длси если хочешь играть в риску фрейн ты ну дальше длси такой себе это его все равно покупаешь потому что играешь в риску фрейн я не думаю что кто-то реально будет сидеть играть в риску фрейн и отказываться от любого контента про я не там агаз терминал я уже улетел параля и мышь посмотрим вдруг чё-то новое будет я беру бесплатные предметы при повышении уровня золото превращается в опыт о как такой же появился но если деньги не сразу же забирает в принципе not so bad высота дальше ролить не буду так это грибная это огненная давайте в огненную честно звучит как скама негодный лунар как и все лунары это что такое червяк по моему я вообще деньги не получаю да я я просто деньги больше не могу собирать странная хуйня конечно и чё я лэв лапаюсь и у меня вон баф какой-то стакается когда я деньги получу когда уровень защищу ну это это то есть надо ну типа все эти сундуки конечно просто а бля чего нахуй я затем бафа могу типа открыть сундук любой да при повышении уровня следующий предмет можно будет получить бесплатно плюс один бесплатный предмет за штуку но при этом все золото превращается в опыт короче если эту хуйню застакать прям в большом количестве то может это конечно как-то играбельно новый предмет кукла голема какая то но звучит как хуйня если честно для какого-то не знаю casual гейминга где-то себе что-то крутишь накручиваешь какими-нибудь артефактами и прочих у ней как будто как будто просто очередной лунар который будет крутить чуваки с лунарами из текстового блокнота прикольно то что них башка меняется в этих элиток можем еще один предмет открыть поэтому под корону наверно да но все чухня какая-то тебе в идеале и его надо застакать чтобы хотя бы несколько сундуков можно было открывать слова лапа каждый последующий левел набивается дольше чем предыдущий я бы за это время сколько я мобов уже убил столько бы сундуков открыл ну да легендарку я бы не открыл окей похуй но один раз как-то повеселиться не то чтобы это что-то создает новое два предмета можем открыть может если быстро играть как-то не знаю не ну то что он сочетается с другими какими-то предметами это прикольно но как будто я не знаю тебе нужно будет бухать дохуя всего для того чтобы это все заработало а зачем типа мы за портал сейчас получили три сундука вот чисто с этой шмоткой это очень мало может быть еще в лунарный магаз зайти добра чего-нибудь дронов тоже хуй соберешь это вообще с кредиткой как будет на мультишоп надо будет три заряда набивать но типа нагет подобрали сундук открыли что писать в тг про гирбоксов просто про то что риску фрейм 2 и dlc и другие всякие риску фрейны купить нельзя было уже супер давно типа надеюсь то что dlc было бы доступно для покупки это окей но надо было держать в голове то что да скорее всего хуй ты еще купишь что dlc в снг регионах стоит как две игры вот вот это пост у бля гирбокс ультах дорого понятно дело что там говнюки и уроды и все такое дело Как мы в цикл конечно будем играть На этом персонаже я хз С учетом этого лунара Такие у них угарные бошки Вау Прикольно предмет сработал На телепортацию Сейчас без лунарного троллинга Блин какие звуки отстойные В игре стали Что они такие зашакаленные Запердоленные Смотрите какие партиклы теперь яркие No way Ударный предмет посмотрели Отложим его до лучших времен Я упал Ау Это в настройках врубается отдельно Это можно не врубать такие партиклы Куда мой ПКМ улетел Ну че-то предмет Который блин телепортирует тебя из эпицентра Вообще не сработало в итоге Причем я вполне в темпе забега был Даже несмотря на то что он черту локу Не сильно активно залутал КОНЕЦ Надо потестить эти зеленые порталы Со сворачиванием маршрута Че стрим упал Че получается не в рестриме проблема Опять эта штука выпала ГОВОРИТ ПО-НЕЦ ПО-НЕЦ Ну да, эта штука прям всегда спавнить. Ну, по крайней мере, 3 из 3. Это, наверное, маловато, чтобы говорить прям всегда, но пока что так. Как мне DLC? Ну, по первым впечатлениям норм пока. Баги расстраивают только. А так надо больше наиграть. Субтитры создавал DimaTorzok Извини. Извиняю, Кока-Коля. Помнишь, два лунара на артефакты? Это за ачивки лунар монетки сыпет теперь. Забавно. За чё-то хуйню можно раньше времени задизайвлить, чтобы появился противник. Ну, тогда и награда будет, типа, не такая крутая. Субтитры создавал DimaTorzok окей и всего два предмета можно забрать дает вероятность повысить редкость предметов светилища и удачи 20 процентов повышает редкость предметов светилища удачи забавно я нихуя не вижу куда я кулаком стреляю но вроде попал halt стреляют вот ты за это А ниже надо. Не пойму. Они сделали так, что снаряд Медузы теперь нельзя сломать? Да, походу, снаряд Медузы больше не ломается. Голем увеличивает качество предметов с алтаря шанса. Не помню, оставалось ли что-то еще, но я пошел дальше. Блин, надо было, наверное, в зеленый портал зайти, а потом выйти оттуда. Да. Тише, у тебя трупы остаются. Да, сбились на страйке. Ну, они сейчас постоянно сбиваются, когда ты из игры выходишь. Щит из рогов. Новый предмет. Давайте смотреть. Дает вероятность отразить входящий урон. 55% отражает 10% входящего урона обратного атакующего. Ебать они выглядят стайлиш. Как будто это не белый предмет, а легендарка какая-то. Ха. Можно делать билды на фулл отражении, да? Реально с колючей проволокой с рогами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова вообще ноль дронов было все это время ингредиенты для повара и забега забег как пушки из лоба глаза сохраняются злоба глаз и кстати в ганже нету статую не зарядил полностью не знаю что она делает прикольно то что сохраняются кто-то теперь с ну пол сан сам босс там вокруг тебя начнут эти пушки летаки стрелять это можно будет каждом забеге брать потом если статуи встречаешь сама по себе статуя пиздец редкая на самом деле все деньги кончились как с некоторыми синергиями ну да я понял по какому принципу рога стильно смотрится это факты бля короче идеальный расклад смотрите какой мы сейчас играем этот забег играем 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 находим золотой берег оттуда вытаскиваем семечко открываем повара и открываем новый персонаж и вот как ты прогрел гуэф из гирбокса длс это меня прогрели как гоя купил на стороннем сервисе просто длс бэк то ешка такой унылый гиммик просто пиздец вот как на трейлере казалось так она на деле есть такая хуйня не обилка просто пиздец меня на третьем забеге уже это обилка заебала ну типа в ней вот потолок импрува это как можно быстрее водить кнопочки но это смех какой-то и при этом тебе идут тебе нужно ну обязательно чтобы вот эти стаки получать лучше бы реально какому кинвокера сделали где за разные комбинации разные эффекты можно пробовать это был бы бенгер скорее всего конечно там бы повыкрипнулась все и какой-то какая-то комбинация была бы самая сильная но даже так было бы лучше чел у тебя мои деньги отдай такая у него башка здорово я не походу у него у него моих денег не было окей норм а чё сейчас не подкинулся бля желтую шмоточку бы принтер на шприцы надо скрапер где-то найти я бы поскрапил вообще с удовольствием еще не рога мистер пулеметчик сразу объем это много денег и и и и и ой волдарант это будет очень долго думаю если кто-то из чата проявить инициативу расскажите о чем я за предметы новые будет здорово но найдется ли такой смельчак как не персонаж ну вот такой просто норм такие него от него ощущение немного как как от как от войда если честно какой-то странный непонятно не сильно уместный герой будто вот такие ощущения и по у может быть сильным каким-то там имбовым но как будто он просто нафиг не нужно в этой игре нормально вообще синим светится до обводки вообще никакой нет чё возьмем эти молотов возьмем не душу в коопе этот герой прям сильно раскроется когда тебе нужно захилить какого-то героя ты не мморпг в риск и фрэйне либо у тебя фул хп либо ты сдох ну да дать честны будем вся вот эта идея с тем чтобы захилить напарника она будет работать и по первые два этажа а учитывая то что тебе надо еще и супер близко стоять то есть это не на всю карту работает ну нахуя принтер с очками ебать конечно надо скрапер найти где-то это был бы славно денег кстати очень много я чего засиделся ну да и есть табилка которому шристина сильно я не спорю вот именно от пила это ну бред какой-то ресуррект это очень сильно по сути это сейчас единственный способ как сохранить качество кооперативного забега если кто-то из напарников сдох потому что обычно когда в коопе кто-то один умирает все пиздец забегу там уже последствия на весь рано остаются рейс мультиплеере работает супер хуево почему это проблемы с этим есть баги наверно было бы норм если бы хил хотя бы работал просто реально на всю карту пускай но он типа хилит и так немного у него кд 15 секунд я думаю это не было бы broken нужно на ощупь искать место где можно резнуть подожди то есть она еще и надо надо реально подойти к месту где чел сдох чтобы резнуть вот шиза левел максимум я не видел нигде скраперами кажется надо просто так вслепую предметы разбирать сундук все это время здесь лежал меня ждал пули лучше бы кстати не поднимал их оставил бы уже после всего принтинга бля все самые пиздаты предметы забирают рога свои забирай думаю 5 шприцов норма остальное можно в как остальное что-то сюда придется бегать потому что он будет шприц и забирать надо быть на земле дар наставить до сейчас так и сделаем короче все мои нахуй шприцы забрал так у нас одни рога приставка этот щит не у нас хватает на 5 шприцов точно там же после убийства ложного сына открылся еще один портал а ты открыл артефакт почему не идешь для лсер локу сейчас хочу повара открыть бля рога так и не забрал о а портал не касается портал который на выход в продолжение забега ведет не сделали звук повышения сложности как первом роли этом настройка включается но я сейчас очень сильно должен быть трудно а и а и и и и и ножик бля у меня такие плохие зеленые предметы что можно забрать и ножик если честно жалко инфузия вот таки выпала которая для повара нужно оба золотой берег это мы идем я уже забыл точно может здесь появиться он больше ничего здесь нового нету жука бери да вообще стоило на самом деле под креветку это правда но будем считать то что я решил не чистить они просто забыл не бать могу появляется люто есть честно а 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 не надо дядя Играет музыка. Играет музыка. Застанил его буквально перед выстрелом. Там хилеры все это время захиливали. Ебать хилеров. Так, ну самое, вроде всех перебили. Дальше будут только спавны появляться. Они уже будут не такими сильными. Тише, перц, ритуальный нож в руку взяла и руку подняла. Не, дружище, это фейковая рука. Которая всегда появляется ножом. Так, у нас, кстати, фул застаканная эрка. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 50 тысяч Аптечка, окей Будет не зря Скрипт Недокач какой-то происходит на экране Будем тоже его вокруг колонны варить здесь Все, он стал бессмертным, да? Ебать быстро Субтитры создавал DimaTorzok Может попробовать втанковать его лазер просто Предмет один стак висит Так, одна штука осталась Ебать, арава бежит, надо их всех убить Но надо сперва активировать, потом всех убить, чтобы ножи еще залетели в этого В босса Чуваки В принципе, да, я, наверное, могу танчить это Я его боюсь до сих пор вот с раннего доступа Когда он просто нахуй ваншотал А он на самом деле давно уже не настолько крутой Ахуеть Это меня так элитка покусала Золотая ТП шнула назад, кстати Опять не успел Давно мы так долго с ним не сражались Тут элитки золотые реально больно делают Если я все-таки от них получил урон Тут уже новый алтарь в виде головы провидца Как интеракт какой-то, если то нет Видел только на арене с фулсаном Тороче можно ударить На арене с嘉jectами Каказов это JACOES КОНЕЦ 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 ХАРЕ КОНЕЦ 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 ОТ Я там, наверное, еще просто в прошлый раз Да, блядь, не хильте его Богом прошу Я в прошлый раз, наверное, еще и урон получил От подкидывания его Хорошая драка вышла такая прям Как будто реально с боссом сражаешься А не с хуйней какой-то Опа, и сразу есть переход на зеленый портал Видите? И куда он закинет этот зеленый портал? Типа на какую? На первую локацию В ласт локу? Я тогда не справлюсь Со своим билдом я точно не справлюсь Может ли просто алтарь, который переносит В зеленую локацию Снова появится? Вот это вопрос Если в ласт локу, то мы тогда не идем отсюда Да, может, ну тогда мы пойдем Сейчас просто ран играть Все еще попробуем Что-то с поваром сделать, мэйби Хотя предметов вообще нет А где-то в сундуке, я не помню, где в сундуке Это сундук? Это не сундук, это камень Баннер У меня вообще, получается, нет нового предмета для повара сейчас нет А что, я, наверное, либо еще один сундук остался, либо я уже все открыл Три сундука и открыл Погнали дальше тогда Хорошо, Валера Кот Гора есть Червяк, да? А что, я так уверенно гору прожал? А что, я так уверенно гору прожал? Есть у кого-нибудь информация? Мне кажется, вообще не стоило Да, я так уверенно гору прожаю Чё за огненная тема? Это огненные лиски чё-то новое делать научились. Или это червяка? Креветка задизейблилась. Там ещё одна гора? Не, ну вей. Вот ещё одна гора, это точно смерть будет. Ещё чё нажать, чё-то. Успокойтесь, не буду я гору жать. Прибалку-то есть за вас. Прибалку-то есть за вас. Продолжение следует. Потали. Продолжение следует...